Весна, время сажать деревья. Свой сад Победы высадили школьники в оздоровительном лагере юнормеец. Такая акция проходит в Московской области и не обошла стороной и Щелковский район. Акция стартовала еще в прошлом году. Заложенные традиции продолжаются и по сей день. Яблоневым садам, как живым памятникам, дали рост в честь Великой Победы над фашистскими захватчиками. Я, допустим, со своим папой ездила на Смоленщину буквально год назад. И он меня ознакомил со своей школой, где он учился. И он говорит, а вот здесь мы вместе с директором заложили бирюзовую аллею, а здесь мы заложили сад. И он помнит, деревья растут, они уже очень большие. И нам хотелось бы, что так же и в Щелковском районе. Потом наши ученики приходили и говорили, а вот здесь мы вместе с директором заложили сад. Посадка прошлого года не оказалась напрасной. Земля приняла новые деревья. Теперь мальба, антоновка и другие сорта 50 саженцев будут как минимум радовать. А возможно и кормить обитателей детского лагеря. И дети участвуют, и взрослые участвуют. То есть это некое такое единение. Естественно, приемство поколения, оно всегда как дерево, без корней. Так же мы без приемства поколения ничего не будем. Поэтому я считаю, что школьники, которые сегодня участвуют в этом, они потом будут и детям рассказывать, и внукам, и приводить в этот лагерь замечательный, который реставрировали, который готов принять посетителей уже к летнему сезону. Акции садовых работ еще продолжат реализовываться. Так уже 14 мая планируется посадить лес Победы. Саженцы сосен в районе Фряновского лесничества. А принять участие в этом смогут все неравнодушные, как сегодняшние школьники. Деревья душевные, это хорошо. Воздух очищается от деревьев. Да, свежий воздух. Ну и энергию, как говорится, подает. Распускающихся деревьев теперь будет больше. Вернется ощущение наступающей радости и счастья от осознания великой победы, которая охватывала каждого весной 1945 года. Марина Познякова, Александр Рожевский, телерадиокомпания «Щелково».